Тополиный пух, пыльца цветов и деревьев, цитрусовые медикаменты – все это является причиной аллергии. 8 июля отмечается Всемирный день борьбы с этим недугом. Даже преусловутая мальва, которая растет практически в каждом дворе, не такое уж и безобидное растение. С каждым годом число страдающих аллергии неуклонно растет. По данным Всемирной организации здравоохранения, новорожденные наиболее часто подвержены аллергическим реакциям, нежели взрослые. Связано это с генетическим изменением образа жизни предыдущих поколений. За компетентным мнением о том, как обстоят дела с аллергическими заболеваниями в нашем регионе, я обратился к профессору, главному аллергологу области Александру Черданцеву. Мы не отличаемся от других регионов России, ни коим образом. Если говорить все-таки о пыльцевых аллергиях, вот сейчас полинозы у нас пошли активно, то мы такой же процент даем, как и из смежной нашей области. По мнениям специалистов, аллергия – это конституция иммунитета. При хорошем уровне жизни, питании и экологии болезнь долгие годы может никак не проявлять себя. Однако у детей все чаще наблюдается врожденная форма бронхиальной астмы. В таком случае подбирается индивидуальная программа лечения. Ежедневно используется фиксация скорости вдыхаемого и выдыхаемого потока воздуха специальным прибором – пикфлоуметром. И это печальная история, потому что это венец, в принципе, аллергической болезни, бронхиальной астмы. И сложно очень за такими детьми наблюдать, иногда трудности в лечении и прочее. Как поясняет доктор, при повторяющихся приступах аллергии не стоит заниматься самолечением. В домашней аптечке, конечно, должен быть супрастин, но необходимый перечень лекарств назначает только лечащий врач на основании личного осмотра больного и его анализов. Понимать, что самолечением здесь заниматься запрещено просто. И есть трагические ситуации, когда человек, наслушавшись где-то в интернете советов, пользуется простыми средствами, которые купируют одышку. Ну, тот же сольбутамол, подобные средства. Но они для частого использования могут привести к очень тяжелым последствиям. Вплоть до неконтролированного приступа и человек может погибнуть. Еще один ценный совет врача адресован молодым мамам. Непременно кормите ребенка грудным молоком. Если с этим есть проблемы, тогда обращайтесь за помощью в молочную кухню или используйте сухие смеси. Ни в коем случае в первые годы жизни младенца не следует применять молоко животных. Иначе это может привести в дальнейшем к неусваиванию лактоза организмом.